Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму очень вкусные хрустящие квашеные огурцы, для хранения которых не нужен подвал или погреб. Закрытые холодным методом огурчики получаются не маринованными, а именно квашенными, как бочковые. Но очень вкусно! К тому же ничего варить и кипятить не нужно, что в летнюю жару является огромным плюсом. Полный перечень и точное количество использованных ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем огурцы длиной до 10 сантиметров и обязательно не салатных сортов. Заливаем их на 3-4 часа хорошо охлажденной питьевой водой. Затем достаем и даем лишней воде стечь. В это время готовим рассол. Для этого растворяем соль в любой не содержащей хлорохолодной воде. Из расчета на 1 литр воды 100 граммов соли. Дальше измельчаем 50 граммов листьев хрена, 50 граммов укропа с зонтиками, 50 граммов чеснока и 5 граммов сушеного острого перца. Можно взять один стручок свежего. Так специи займут меньше места в банках и отдадут больше аромата рассолу. Теперь берем нестерилизованные, просто чисто вымытые банки. На дно кладем хорошую щепотку укропа, столько же хрена, немного чеснока, несколько кусочков перца и накладываем огурцы. Чтобы огурчики поплотнее улеглись банки периодически встряхиваем. В процессе наполнения между огурцами делаем прослойки изрубленных специй. В верхнем слое должны быть огурцы. Чтобы разложить 3 килограмма огурцов мне понадобилось 6 литровых банок. Дальше заливаем огурчики доверху приготовленным рассолом. Ставим банки в какую-то посуду, так как при брожении будет вытекать жидкость. Прикрываем крышками и оставляем в теплом месте на 5-7 дней в зависимости от температуры в помещении. За это время должно полностью пройти брожение. Огурцы поменяют цвет, рассол станет мутноватым, на дне банок появится белый осадок, а сверху исчезнут все пузыри и образуется тонкая пленочка. Все это говорит об окончании процесса брожения. Теперь сливаем из огурцов рассол просто в раковину, он уже свое дело сделал. Огурцы хорошо промываем проточной холодной водой. Наша задача полностью избавиться от белого осадка в банках. Крышки тоже просто ополаскиваем проточной водой. Дальше в целях экономии банок, крышек и места в кладовке, раскладываем огурцы из одной банки по остальным. Сверху распределяем из нее все специи. Затем заливаем огурцы холодной питьевой водой так, чтобы сверху каждой банки получилась небольшая горка. Накрываем крышками и закатываем. Закрученные банки переворачиваем на несколько минут вверх дном, чтобы проверить на протекание. А затем возвращаем в обычное положение и несколько дней наблюдаем за крышками. Если они остаются ровными убираем на хранение. Вдруг какая-то крышка вздулась, значит в банке остался воздух или брожение прошло не полностью. В таком случае банку вскрываем, доливаем чистой воды, чтобы получилась горка и снова закручиваем. Вот и все. Очень вкусные квашеные огурцы длительного хранения готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok